Всем привет! Сегодня у нас класс упражнений для хорошего настроения и радости. Для вас наверняка уже давно не секрет, что осанка влияет на наше настроение. Согнутая спина часто заставляет нас чувствовать себя грустно, подавлено, апатично. И наоборот, ровная спина, раскрытые плечи, меняет химический состав нашего организма и заставляет нас чувствовать себя счастливее и радостнее. Поэтому тема наших сегодняшних упражнений это раскрытые плечи, прямая спина и взгляд вверх. И начнем мы с позы коровы. Переходим в позу на четвереньки и прогибаем спину и в этот же момент открываем плечи, тянемся к грудью, вверх к небу и смотрим также наверх. На выдохе расслабляемся и подбираем живот, напрягаем пресс. Снова вдох, взгляд вверх, плечи от ушей, тянемся к небу, взглядом, сердцем. Выдох, убрали прогиб, подобрали живот, напрягаем пресс. Третий раз вдох, смотрим вверх и выдох, смотрим вниз, еще раз вверх, тянемся к небу. Вниз, выдох, снова вдох, стараемся, тянемся вверх. На выдохе округляем спину как кошки, вытягиваем все мышцы спины. И переходим к следующему упражнению. Садимся на пятки. На вдохе поднимаемся и поднимаем руки вверх, стараемся вытянуться к небу. Выдох, идем вниз на пятки, садимся, стараемся делать это медленно. Снова вдох, идем вверх, тянемся, выдох, стараемся сесть мягко и медленно, чтобы мышцы бедер тоже работали. На вдохе тянемся вверх, всем телом отделяем бедра от ребер, тянемся вверх, сильно-сильно. С выдохом мягко садимся вниз и повторяем еще несколько раз, пока мы выполняем это упражнение. Постарайтесь прочувствовать мышцы тазового дна, удерживая их на вдохе, а также удерживайте свой замок, свои мышцы в области пресса, в области живота. Следующее упражнение – поза верблюда. Ставим на пол пальчики ног, кладем руки на бедра возле поясницы, соединяем лопатки и локти вместе. Смотрим вверх и тянемся грудью вверх, к небу, открывая плечи. Удерживаем свои замки тазового дна и абдоминальных мышц. С выдохом возвращаемся, отдыхаем. И снова соединяем локти вместе, смотрим вверх, грудь тянется вверх, вдох. На выдохе отдыхаем, поднимаемся. И третий раз делаем вдох, смотрим вверх, лопатки тянутся друг к другу. На выдохе отдыхаем и усложним задачу. Если не хотите усложнять, делайте то же самое, а мы делаем полного верблюда. Обхватываем лодыжки и толкаясь вверх тазом, поднимаем грудь к небу. И когда мы поднялись, расслабляем голову. Это вдох. На выдохе поднимаем голову, возвращаемся на пятки. Повторяем упражнение еще два раза. Если эта поза сложна, делайте предыдущий вариант более легкий. Тянемся вверх к грудью. Это вдох. На выдохе возвращаем голову, расслабляемся. И последний раз снова. Вдох, толкаем таз вперед, грудь вверх. Расслабляем голову. А на выдохе возвращаем голову наверх, смотрим вперед и садимся на пятки. В этой позе нужно работать очень осторожно. Слушайте свое тело. Переходим в положение лежа на животе. Отдохнем какое-то время. Положите голову на пол. Расслабьтесь. Ладони ставим перед собой. Пальцы смотрят друг на друга. Локти согнуты, макушка тянется вверх. Поднимаемся на вдохе и смотрим на одну из пяток. На выдохе идем вниз. Расслабляемся. На вдохе снова поднимаемся, смотрим в противоположную сторону и стараемся взглядом поймать свою пятку. На выдохе идем вниз. И мы повторим еще два раза на каждую сторону. Делайте в своем ритме. А я пока скажу вам о том, что это упражнение необходимо чувствовать и не перегнуть палку с поясницей. Мы стараемся делать эту позу мягко, поднимаясь настолько, насколько вам сегодня хочется, насколько телу комфортно. И следите за тем, чтобы плечи не поднимались к ушам. Тяните плечи вниз к полу. После третьего раза отдыхаем, кладем лоб или одну из щек на пол и расслабляемся. Следующую позу мы выполняем лежа на спине. Это всем известный мостик. Мы сгибаем колени, стопы на полу. И стопами подвигаемся чуть ближе к ягодицам так, чтобы ваши пальцы слегка касались пяток. В этой позе колено не должно уходить за пальцы ног. Поднимаем таз вверх к небу и направляем колени друг к другу, сжимая, активизируя мышцы внутренней поверхности бедра. И выключаем ягодичные мышцы. Здесь они не работают. Живот в себя. Пупок тянется к позвоночнику. Мы повторим еще два раза. На вдохе таз тянется вверх, колени направлены друг в друга. Вы должны почувствовать мышцы внутренней части бедра. Выдох вниз. И последний раз вдох. Тянемся вверх. Вдох. Раскрываем грудную клетку, тянемся тазом вверх, колени друг в друга. И не забываем про живот. Живот тянется к полу вниз. И расслабляемся несколько мгновений, просто лежим, выключая все мышцы. И завершаем нашу сегодняшнюю практику позой рыбы. Для этого нам нужно ладони подложить под ягодицы, ладони направлены к полу. И поднимаясь на локтях, мы направляем пальцы ног вниз к полу. Тянем носочки, грудная клетка здесь раскрывается, тянется вверх к небу, а голову мы расслабляем и направляем макушку в пол. В этой позе не крутим головой ни в коем случае, тянемся вверх сердцем, грудью, живот в себя, носочки тянутся к полу. И сейчас осторожно, медленно поднимаем голову вверх, поднимаем лицо, смотрим вперед, ложимся на пол, выкладываем ноги, руки на полу, расслабляя их, отпуская напряжение. Полежим в шавасане какое-то время, вы можете полежать дольше. Хорошо, убедитесь в том, что вы расслабляете каждую часть своего тела, каждую мышцу, каждую клеточку. Полежите, понаблюдайте за каждым уровнем себя, за телом, за ощущениями в теле, за тем, какие эмоции поднимаются, какие мысли приходят. А я с вами прощаюсь, мы увидимся в следующих видео. Спасибо за то, что практиковали со мной. Намасте, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok